Еще одна интересная ситуация в шахматах, с которой нам следует познакомиться, называется патом. Пат – это такое положение фигур, когда королю не объявлен шах, но при своем ходе ни он, ни одна другая фигура его цвета не могут сделать ни одного возможного хода. В таком случае партия заканчивается в ничью. Может случиться, что у вас большой материальный перевес, но один неосторожный ход, и король соперника оказывается запатован, и получается ничья. Давайте разберем несколько примеров. В этой позиции при ходе белых на доске пат, так как король белых не под шахом, и у него нет разрешенных правилами ходов, а кроме короля на доске нет других белых фигур. В этой позиции, допустим, белые играют ферзь c2. Белые приближаются к черному королю, но не объявляют шах, и у короля нет поля, на которое он бы мог пойти, не оказавшись под шахом. Поэтому на доске пат – ничья. Попробуйте найти другое, намного более убедительное продолжение за белых в этой позиции. На самом деле, белые могут просто поставить мат в один ход, сыграв ферзь b2. Запомните, что пат никогда невозможен, когда королю объявлен шах. В этой позиции кажется, что черным пора сдаваться. У белых большое материальное преимущество, и они вот-вот заматуют короля черных. Но порой чудеса случаются даже на шахматной доске. Правило «никогда не сдавайся» иногда приносит свои плоды. Если посмотреть внимательно, черный король запатован. Если бы черного ферзя не было на доске, то был бы пат. Следовательно, черным надо избавиться от своего ферзя, принеся его в жертву. Можете найти такой ход? Если вы указали ход ферзь b2, вам удалось свести партию в ничью. Ведь белые обязаны брать ферзя, и на доске пад. У черного короля нет возможных ходов. Сейчас давайте посмотрим на этот пример. Если белые играют ферзь c7, не лучший ход. Вместо этого ходом ферзь b7 можно было поставить мат. После ферзь c7 кажется, что на доске пад, так как черный король не под шахом, и у него нет полей отступления. Но кроме черного короля на доске все еще жива черная пешка, и у нее есть возможность сделать ход. Если же в начальной позиции мы добавим белую пешку, то после хода ферзь c7 позиция будет патом, так как у черных при их ходе нет возможных ходов. Сейчас, когда вы узнали о коварности пата, старайтесь не попасть в просаг, когда вы выигрываете, и не унывайте до конца в, казалось бы, безнадежных ситуациях. Ведь партию иногда можно спасти с помощью патовой комбинации. Продолжение следует...